МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас территория очень динамично развивается. В Доме культуры «Буревестник» открылась выставка, посвященная героям Челюскинской эпопеи. Очень значимое мероприятие для школьников нашей Молоковской школы. Сегодня состоялось послание президента России Федеральному собранию. В этом году в центре внимания стратегические планы страны, специальная военная операция, а также льготы для семей с детьми и расширение существующих проектов инфраструктуры. Более подробно расскажем в выпуске новостей в пятницу. В муниципалитете продолжаются приемы населения в формате выездной администрации. На очередной открытый диалог, который прошел в 11-й школе города Видное, были приглашены жители микрорайона Купеленка, Завидное и соседних населенных пунктов. На встречу побывала и наша съемочная группа. В территориальный отдел Видное 6-й микрорайон входят в основном новые жилые комплексы и главные проблемы местного населения – дороги и нехватка парковочных мест. Жители, в первую очередь, волнует вопрос строительства дороги, которая сейчас непосредственно спрашивает сроки реализации этого проекта, сроки завершения дорожных работ. У нас очень много вопросов возникает по содержанию, содержание дорог в зимний период, содержание объектов благоустройства в зимний период и, конечно же, запаркованность центральных дорог, большегрузным транспортом, обычным легковым транспортом. То есть невозможность уборки обочин дорог из-за припаркованного транспорта. Пообщались с представителями администрации округа и жителей соседней деревни Сопронова. После проведения газификации дорога на главной улице нуждается в срочном ремонте. Обращались по поводу строительства дороги, так как дорога отсутствует от слова «совсем». Пообещали принять меры по строительству дороги. Еще одной жительнице Сопронова Кире Паньковой представители управления образования пообещали рассмотреть вопрос о предоставлении помещения для дополнительных занятий по художественной гимнастике. Я обращалась к Ефману Иванову Сергеевичу с вопросом, чтобы нам разрешали иногда хотя бы в воскресенье дополнительно заниматься в гимназии. Приглашенный тренер, когда к нам приезжает, чтобы если у нее единственный свободный день – это воскресенье, мы ее приглашаем, она с нами занимается. И поэтому я обращалась к Иванову Сергеевичу, чтобы нам разрешили заниматься в воскресенье в гимназии. После приема руководителей профильных служб на вопросы жителей отвечал глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. В начале встречи глава проинформировал собравшихся о строительстве Южно-Латкаринской автодороги, проходящей по территории микрорайона. На сегодняшний день, если коротко появляем, основной ход Юлы будет запущен до конца года, то есть без съездов, имеется в виду прямой, до 2026 полностью уже со съездами эта дорога заработает. Мы прорабатываем решение, чтобы для наших жителей пересечение и пользование вот этой делой было максимально бесплатно, чтобы из одной части города в другую по Юле можно было бесплатно добираться. Жительница микрорайона Купеленка Светлана Зимцова попросила главу об организации встречи по вопросу заездов со строящейся трассы на улицу Фокина. У нас просто есть несколько мест, где нужно заехать. И они в своем проекте сделали еще возможность заезды с Фокина. То есть это возможность туда. В принципе, на трассу есть возможность попасть в других мест, чтобы не было возможности попасть через спальный микрорайон. Глава также рассказала о новых образовательных учреждениях в микрорайоне, которые уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Еще обсудили тему парковки большегрузного транспорта и благоустройства территории. Наталья Буслава, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В жилом комплексе «Живописный» состоялась встреча представителей администрации с жителями деревни Жапкино, а также других близлежащих населенных пунктов. На повестке дня было обсуждение социальной инфраструктуры и благоустройства. 12 января в жилом комплексе «Живописный» был открыт новый детский сад. Елена Подрешедникова пришла с вопросом о зачислении детей в дошкольное учреждение. Сейчас дорога от дома до детского сада занимает два часа. Хотелось бы просто поближе садик иметь, побольше садиков, чтобы детям было куда ходить, потому что те садики, в которые мы сейчас ходим, в Южной Бице, они переполнены. Там очень много деток, место ограничено, детей особенно не берут. А тут узнали, что садик открылся, и я надеюсь, что нас возьмут. Жители обеспокоены, что в дошкольное учреждение ЖК «Живописный» на данный момент зачислены также дети ЖК «Государев дом» и «Видный город». Заместитель директора Лопатинской школы по воспитательной работе и депутат Совета депутатов муниципалитета Алена Какоева заверила граждан. После заселения жителей «Живописного» здесь будут открыты три новые группы. Сейчас же сад эксплуатируется, чтобы избежать временной приостановки работы. У нас и в этом году, и на следующий год группы будут формироваться по, ну скажем так, заселению жителей. И те, кто будет переезжать и обращаться, они будут сейчас писать заявление. Я им подскажу, куда отправлять это заявление. И по мере необходимости они будут зачислены в этот детский сад. На встрече также поднимались вопросы инфраструктуры. Начальник территориального отдела Ирина Дубровская проинформировала. В скором времени будет проведен ремонт въездной дороги к детскому саду. Дорожное полотно будет расширено, оборудовано тротуаром, а также будет восстановлено освещение. Вот это будет совершенно четкая перспектива транспортной и дорожной сети, которая нас с вами ожидает. Также на встрече был поднят вопрос об инициативном бюджетировании. Это практика совместного решения вопросов местного значения за счет расходов местного бюджета с возможным привлечением субсидий из регионального бюджета и инициативных платежей граждан. В рамках такого проекта в деревне Жапкино была возведена сцена. У нас территория очень динамично развивается, и поэтому я вас призываю, чтобы вы поддержали и присоединялись. Большой интерес у жителей вызвала тема выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта, ведь впервые на них будет применен формат электронного голосования. На встрече гражданам подробно рассказали, как отдать свой голос дистанционно с сохранением анонимности. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Винетове. 2024 год объявлен президентом Годом Семьи. В Московской области со следующей недели стартует прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие проводится с целью повышения престижа семейных ценностей, ответственного родительства и традиций воспитания детей. Чтобы стать участником, следует обратиться в администрацию городского округа или по телефону 122, далее 6. Лучшие семьи выберут в следующих номинациях. Многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья, семья-хранитель традиций. Заявки принимаются с 4 марта до 14 апреля. В Видновском перинатальном центре состояли съемки проекта «Гордость в маленьких победах», в рамках которого неонатологи четырех подмосковных центров рассказали о своей работе. Подробности у Инги Инчук. При поддержке президентского фонда культурных инициатив благотворительный фонд «Право на чудо» реализует медиапроект «Гордость в маленьких победах». Данный проект призван поднять престиж профессии врача-неонатолога и рассказать об этой важной и нужной профессии, о тех людях, которые заботятся о самых главных гражданах нашей страны, новорожденных детях. Когда ребенок рождается, он попадает в надежные руки неонатолога – специалисты, чья главная задача – наблюдение за состоянием малыша с момента его появления на свет и до достижения одного года. Цель врача – создание всех необходимых условий для полноценного роста и развития новой жизни. В Видновском перинатальном центре были сделаны профессиональные фотографии специалистов, а также их маленьких пациентов. «Готовимся с вами на завтрак выписки. Как у вас дела?» Неонатолог также помогает вырасти здоровыми и полноценными недоношенным малышам, которые наблюдаются в отделениях патологии. «У нас очень хороший процент выхаживания детей. У нас 47 за год родил детей менее килограмма». Кропотливый труд специалистов фиксировал фотограф Сергей Табунов. Он отмечает, что позировать на его фотографиях не нужно. Сергей фиксирует действия и историю в первозданном виде. «Изначально я планировал сам быть доктором. И мне эта тема очень близка. Обязательный элемент, чтобы люди не позировали, не готовились к съемке, чтобы были сами собой». Проект прошел в Московском областном, на Рафаминском, Коломенском и Видновском перинатальных центрах. Также можно будет ознакомиться с медиапроектом на специальной экспозиции уже в мае. Инга Янчук, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Доме культуры «Буревестник» открылась выставка экспозиции «Первые герои Советского Союза», посвященная 90-летию завершения спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». На мероприятие побывала наш корреспондент Юлия Стаферова. Героическая экспедиция под руководством Отто Шмидта, поход на Челюскине, зимовка во льдах и знаменитое спасение полярников впоследствии стали с гордостью называть эпопеей. Сотрудники Молоковской библиотеки организовали для школьников и жителей торжественное мероприятие в Доме культуры «Буревестник», которое было посвящено 90-летию завершения операции по спасению пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». Очень уникальное мероприятие, потому что к нам в Молоково приехали уникальные люди, потомки первых героев Советского Союза. И, конечно, это очень значимое мероприятие для школьников нашей Молоковской школы. На встречу пригласили потомков первых героев Советского Союза, благодаря которым были спасены пассажиры затонувшего судна, а именно внук Отто Шмидта, внучка Василия Молокова, правнук Михаила Бабушкина и правнучка Михаила Водопьянова. Они состоят в общественном комитете «Челюскинцы». Их главная задача – сохранить и передать подрастающему поколению память о подвиге своих предков. У нас очень большой архив остался от Михаила Васильевича. И, ну, можно сказать, что у нас многие члены семьи Михаила Васильевича, как сказать, занимаются вот его памятью. Ну, наверное, у нас есть кто больше этим занимается, в том числе я. И я могу сказать, что, знаете, через Михаила Васильевича я вот даже больше узнала историю нашей страны. Это у меня все в голове, все на чувствах, какой у меня был дед замечательный, какой он был хороший, спокойный, справедливый и совершенно не гордился своим геройством. Кроме того, в Доме культуры представители комитета «Челюскинцы» организовали фотовыставку первых героев Советского Союза. Все снимки передали потомки. Экспозиция была подготовлена еще в 2014 году. С тех пор количество фотографий увеличилось. Теперь мы будем на каждом планшете размещать порядка четырех-пяти фотографий с текстами, которые будут рассказывать о том, что мы видим на этих фотографиях. Поэтому будет совсем другой формат. Судьба челюскинцев, подвиг моряков, полярников и летчиков не забыт. Они послужили не только примером героизма, мужества и отваги. Но их практический опыт экспедиции послужил началом для строительства новых грузовых судов и линейных ледоколов. На сегодня это вся информация. Всего доброго и до свидания.